Депутаты Горсовета провели внеочередное заседание. В нем рассмотрели муниципальные меры поддержки малому и среднему бизнесу. В первую очередь предпринимателям в качестве поддержки предложили льготы по арендной плате. Предприятия разделили на две категории. Первая – это те, кто находится в списке наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Такие учреждения на апрель, май и июнь полностью освободили от арендной платы. Для остальных на эти три месяца устанавливаются арендные каникулы с последующим погашением задолженности в течение 365 дней. Также до бизнеса решили ввести понижающий коэффициент 0,5 к размеру арендной платы по земельным участкам. Понижающий коэффициент к размеру арендной платы равный 0,5 при исчислении арендной платы на землю предусмотрен для собственников объектов недвижимости, которые предоставили меру поддержки своим арендаторам в виде отстрочки по уплате за аренду. Я специально зачитал это, вот как натянутая, так скажем, цитата из решения Совета депутатов, для того, чтобы было понятно, о какой льготе идет речь. Что важно, данная мера поддержки принимается при условии предоставления документов, подтверждающих предоставление отсрочки уплаты арендной платы арендаторам в Комитет имущественных отношений города Мурманска не позднее 25 мая 2020 года. Эти меры поддержки были единогласно приняты представителями городского совета депутатов, а в случае, если ограничительный режим в регионе затянется, их могут продлить. Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, что Комитет по экономической политике подготовил со своей стороны мероприятие по поддержке бизнеса на конкурсной основе. Это размер такой помощи будет 5 миллионов рублей. И предоставляться будет предприятиям, еще раз повторюсь, на конкурсной основе в виде грантов в размере 400, 300 и 200 тысяч рублей. Гранты будут предоставляться на оплату кредитов, покрытие финансовой аренды, лизинга, на покупку и монтаж нового оборудования, а также на приобретение лицензионного программного обеспечения, разработку приложений и интернет-сайтов, подключение к интернет-платформам и расходы на приобретение инвентаря и доставку продуктов питания.